вот 7 октября мы на пруду короб закончили теперь видите все везде мусор вода отступила никита там собирает сапогах а я терзова ранье тут у меня нет старец идет слушай далеко ли старше путь держишь сама делать сама делать ничего себе загрузили тебя это так моисей мурин разбойники напали он двоих связал через плечо перекинул и пошел вот так ну давай с богом это сергей пупков брат наш по краям а то шифер готовим опускать сейчас будем здесь кое-что убирать заново в трамбовать новую дамбочку делать где второй прорыв был но второй прорыв это большая работа еще тут это все на одном пруду на одну вот сергей пошел вот теперь на другой пруд на лагерные сам они там будут вокруг входа усе лак по-другому никак не могли скажет так солома она же если через год там будут дыры во всяком случае саман в один год не жига не сгорает вот раньше делали как не молотили собирали чуть-чуть хлеб обмолотят чтобы листья не переломан стебель был пшеницу и вымачивали в ямах с жидкой глины а потом крыли крышу и она же в глине-то не сгнивала а какой срок давности написано это около 100 лет и ничего и не трогать и не пожар не берет не дождь и толстым слоем конечно пучками передают загибает их на прожили на стропе обрешеткой а то что мы делали все пеньки дали наверное никогда там не было у них ростков но так как основной спирен они страды дают ростки вот так человек должен быть что-то уничтожено кончилась война не все же время там в карауле теперь друг друга из америка не всегда воды были лишь опять встречаются вместе да у них замыслы у масонов но мы-то даже понимать нам-то христианам стоит ли это постоянно держать вот обида какая-то христианское чувство вот зимой мы договорились и чтобы потеряевские здесь спилили все вот эти это третий в каком положении находится это полулежащие я совсем упали деревья их надо все спилить и как и вывод ну диаметр тут метр примерно 30 метр 30 как пилить ее тоже пока неизвестно выпилить угольниками это на дерево показано такое это все надо свалить все деревья а их таких деревьев около 25 пяти понятно что предстоит большая работа вот она деревья огромные огромные суки вчера мы здесь увидели внизу вот где даже вода вот это русло идет ниже нас она метров на 6 примерно так вот показать даже что представляет собой это русло вот она лежит ветлина вот она где-то тень где моя и она боком лежит вот она протянулась а тут ну метров 25 лежа и растет земли не касается сучками уперлась только вот так это там синий сено дьяка накрыл большой пленкой это его дом можно представить какие площади надо накрывать в городе расходов нет никаких этих он сидит в окошко выглядывает да молоко привезли в очередь стал а что ему там дают какая ему радость у них коровы не видел ни молока настоящего жизнь деревни это та жизнь которая напоминает очень много вот я сейчас отсюда через ветки покажу даже может быть храм не знаю видно нет будет здесь все свое своими руками каждый гвоздик колодец вот дорогу делаем сколько в нее вложено в городе еще он сел автобус он в окно не выглядывает он думает об одном как доехать там до сына до внучки вернуться больше ничего нет вот пожалуйста здесь у нас внутри никита собирает сейчас начнем большую работу делать вот где старый прорыв воды был шипер уберем это временная была заслона дальше трамбовать и из глины делать дамбу вручную все техники никакой уже сейчас нету естественно работаем их поработали маленько на молитву поработали на молитву это жизнь настоящая во христе вот сколько наносили которое просто убрать надо было это издалека приблизил и таких кучу нас десятки это выше роста человеческого намного это куча а а это у игоря где хлебушек пшеница 504 квадратных метров 504 заасфальтировал а у нас дорога 1080 квадратных метров вот такие страшные расходы вот щебенку сейчас договорились завести 2 сразу затребовали 250 тысяч почему она более мелко но не бери никто тебя не заставляет и уже думаешь что где как у человека неверующего не или городского жителя у него все одинаково фильм смотрят какие-то отзывы другой дает что-то а все это чужое здесь утром пришли если у нас будет прорыв от деревянной до деревянная это временно ну прорыв был короб поставить стойме а вот это разобрали и мы можем снова при принять какие-то меры а если это будет бетонные не устоявшиеся то все это просядет и уже короб этот надо будет молотами разбивать или забросить дамбу так что у деревянной есть некоторые преимущества ну вот так накладывай пачки побольше никита и туда их прям под эту под старую это тащи вот так я говорю о деревенской жизни кажется спите это но я просто житель здесь здесь родился вот эта яма была 20 лет назад бульдозер выкопал то ну и вокруг все деревья облетели а березка спаслась одна и какая красавица стоит одна в этой ямке позже всех облетает листва у ветлы вот она витла и как у как кто подстриг купы ну в городе ничего ты этого не видишь а если это ветла и это березка тобой посажены а это вполне вероятно может быть там негде машину просто этот я ехал велосипед бросил здесь пошел дальше я могу вернуться через неделю он тут и лежать будет далеки от дороги тут не ведут его видишь роники-то при работе это не компьютерные игры играть или наркотиками балуются здесь всякая дурища ла это выходит сколько поклонов сделает да все с молитвой вообще даже не видишь что его снимаю вот он пошел куда сейчас мы посмотрим вот ему сколько надо вести шагать городе ничего этого нету вот сейчас положит никита никита здесь не надо увеличивать только на тот на тот на тот суда не увеличивать не надо расстояние убери его под него подталкивай под тот в рядом вплотную вот так дави его туда там мешает какая-то палка убери ее и отсюда уже вижу мы все надо подсказывать он не хозяин и вот эту которую положил убери ее перед этим лежит ни на метр не увеличивать это расстояние вода если поднимется сюда она все смоет и унесет пышка